Приветствую вас на Первом Синичном Канале Я тут немножко поштудировал каналы с мужской тематикой И знаете на что наткнулся? Огромное количество инструкций, как привести себя в порядок, похудеть, подкачаться И абсолютно нет никакой информации, как разжиреть безобразие Целый пласт просто выпадает из человеческой жизни Вот человеку нужно узнать, как разжиреть, например Разжиреть до безобразия, дойти где-то до двух центнеров хотя бы при росте в 160 И нет, никто об этом не рассказывает И тогда я решил снять ролик, как разжиреть И тут же мне внутренний голос говорит, не учи тому, чего не знаешь И я говорю, хорошо, как разжиреть до 120 кг Ну и внутренний голос успокоился, говорит, ладно Так что если вы ставите перед собой какую-то более амбициозную планку Например, два центнера перейти и развиваться дальше в этом направлении Ну тут, как говорится, уже не могу подсказать Только то, что знаю Как разжиреть до 120 кг Ну, во-первых, начнем с технической стороны дела Главным образом нужно жрать Если у вас нет никакого полезного заболевания Там, сниженного обмена веществ То нужно жрать, жрать, еще раз жрать В чем была моя ошибка? Почему я вот сейчас не могу говорить о каких-то больших высотах О двух центнерах, двух с половиной Потому что я не с детства начал Начинать нужно с детства Нужно буквально раскармливаться Буквально как только вы можете сами определять себе питание Там 10 лет вам, да? То есть не родители вас кормят Нужно сразу же начинать жрать Много Не хочется, а вы жрете все равно Повкуснее выбирайте Потому что легче жрать Ну, легче же вкусного пожрать больше, чем невкусного Жрете, жрете Ну, вот в этом плане у меня успехи были незначительные Я школу закончил 11 классов 80 кг всего весил Колледж уже более-менее Колледж через 3 года уже 105 Понимаете, за 3 года всего лишь Обучение в колледже 25 кг Пади плохо Поэтому тут уже пошла работа Но опять же, видите Еще 15 кг И все, остановилось Вот сейчас жри-не жри Не идет дальше Короче говоря Жрать, жрать и еще раз жрать Очень неплохо в этом плане помогает путевка по системе All-Inclusive Или даже Ultra-All-Inclusive Ну, даже лучше All-Inclusive Почему? Ultra-All-Inclusive Там бухла много Вы жрать не успеваете Вы бухаете Постоянно пьяный ходите И толком не пожрете А вот All-Inclusive Там в основном, да Там вот эти вот ножки куриные То, что надо Такая жратва, которая у вас и здесь есть Но много И постоянно желание отожрать Пережрать путевку Красота, короче говоря В общем, жрите, жрите Еще раз жрите Теперь смотрите Какой плюс в том, чтобы разожраться Ну, сплошные плюсы Минусов нет Тут даже сравнивать нельзя Быть худым и жирным Только плюсы в этом Первый плюс какой Вы дольше проживете Вот все говорят, что человек, который разожрался Сдохнет раньше Ничего подобного Проживет он субъективно намного дольше Вы посмотрите Вот здесь вот народ сейчас Бегает такой плотный И что, если он по паспорту проживет дольше Чем какой-нибудь жиртрец Он что, считает, что он прожил дольше? Да он треть или четверть жизни прожил Как собака такая Чао-чао запыхавшаяся Это что, жизнь? Да лучше бы ему не жить Короче говоря Нормально просто жизнь Вы можете думать Получать впечатление от жизни Такого у вас будет больше Если вы не заморачиваетесь Тем, что сейчас называется ЗОЖ Здоровый образ жизни Не качаетесь Не бегаете Не прыгаете Дальше идем Вообще сама судьба ваша Как будет складываться Но опять же По себе не могу сказать Потому что поздно начал Поздно, увы Но видел жиртресов Которые начинали буквально с 5 лет Им родители еще помогали Раскармливали детей 5 лет он уже Круглый Таким оставался на жизнь Как их судьба складывалась Отличным образом В школе, например Когда где-то Появляются там гормоны У мальчиков Лет в 12 Они начинают Что-то там пытаться накачать У него там ручка С палец толщиной Он там Что-то накачивает О, какая у меня Там нет ни хрена И только он видит Но это ладно Где-то в 14 лет Им уже начинает мерещиться Что вот за это Что он там себе накачал Им должны девки давать Девки, конечно, смотрят на них Ну да, мальчики такие красивые Девки смотрят Может быть даже Одарят улыбкой А дальше он придет домой Вспомнит эту улыбку Лучезарную И будет дальше дрочить Короче говоря Никто им не дает все равно Потому что девки Себя ставят в этом возрасте Там, не знаю Какими-то недосягаемыми Просто существами В конечном счете Они первый раз Размениваются где-то по пьяни В какой-нибудь компании И дают какому-нибудь алканавту Совсем даже не прокачанному Может быть, который даже и не понял Там и девственница, и не девственница Он уже в отплыве был Ну вот И, в общем-то Жирные подростки И нежирные подростки Они живут примерно одинаково Ни тем, ни другим Девки не дают Но вот у этих нежирных Худых подростков У них есть постоянная иллюзия Что вот-вот, еще чуть-чуть подкончаться Девка даст Понимаете, сперматоксикоз бьет по голове Еще чуть-чуть Еще уже все рука Гантель не поднимает А он чуть-чуть еще осталось Так ему и не дают И в конечном счете Ну, может быть, ему где-то дадут Раз-другой А у жертвесов У них нету таких иллюзий Не только у них У ботаников их нету У людей, которые просто забили На отношение полов По крайней мере, в 14-15 лет У них таких иллюзий нету И в какой-то момент Они говорят, что Да и черт с ним Как это не дают Ладно, буду себя в чем-то В другом реализовывать Проходят годы Там наступает уже Ну, возраст, может быть 19-20 лет 25 тем более И девки-то становятся Значительно дешевле И они начинают сами предлагать Не надо просить Они начинают сами предлагать Пожалуйста, бери Доступ к телу Ну, вот проблема С нагрузкой Доступ к телу Но уже с прицепом, как правило То есть это либо Покоцанные тела Очень сильно Не первой свежести Слишком расточенные, скажем так Либо вообще с нагрузкой С прицепом Начинаются здесь всякие байки Полюбит женщину Полюбит и ребенка Тра-ля-ля Тополя И вот те, которые качались Они все-таки дрываются Они же так хотели Они дрываются Ну ладно, черт с ним С ребенком Полюбят И у них больше шанс Стать оленем А те люди, которые Забили на эти отношения Там жертвецы Ботаники Забивалы Они смотрят на это Они тогда забили На тех еще подтянутых Более-менее упругих А здесь они смотрят Ну и есть такое слово Блевануть И знаете, что самое интересное Они больше с этого ловят Ну такого морального кайфа Что ли В чем кайф Тем-то улыбались А этих-то за чмошников считали И вот теперь девка Должна унижаться Перед чмошником По сути, чем сильнее Она его в своем сознании Субъективно опускала Чем за больше дерьмо Она его считала Вот этого человека Тем больше она сейчас Будет унижаться Потому что куда-то Прицепа-то своего Нужно кому-то на шею вешать И она будет идти И к тому Кого считала За полный отстой Это знаете, так смешно То есть Пытаются с кем-то Познакомиться с вами Или не с вами Даже Ну не обязательно Те же девки Тут дело не в том Знала она вас лично Или нет Это же статус Это взаимоотношения Между разными кастами общества Так вот Пытается познакомиться И под таким видом Что Ну давай Давай как это поотношаемся Я тебя отомщу И тут вдруг понимает Что Эти отношения И у него коллапс наступает Как? За нее до недавних пор Там не знаю Качались там Пытались кость даже накачать Чтобы она пошире была И тут вдруг Сама предлагает Ну пусть там с прицепом А может даже и без прицепа Просто потасканная И тут вдруг Не берут У них просто вышибают У них там вакуум какой-то Наступает Коллапс реальный Короче говоря Действительно Очень смешно смотреть Ну и что еще Какой плюс Несомненный Исторически Скажем так По количеству лет Вы все-таки раньше сдохнете То есть Сердце может быть Не выдержит Ну скорее всего сердце Да действительно там Задыхаться будете И подохните раньше Субъективно Вы больше впечатлений От жизни получите Потому что не тратили время Там на какое-то Потение Вытирание На девок Короче говоря Вы субъективно Больше проживете А сдохнув раньше По количеству лет Ну в России Вы знаете Это плюс несомненный Это почти что амнистия Это почти что Условно досрочное освобождение Так что и здесь Получается плюс Вот куда ни кинь Всюду плюсы Еще один момент Вы может быть Останетесь человеком В большей степени Кому как Кому-то греховность Это будет называться Кому-то Не знаю Сволочизм характера Но тем не менее Я пришел к выводу Что люди В среднем Ну если не брать людей Святых Они примерно Одинаково грешны Есть условно говоря Вес греха Не конкретный вид Там Убийство Ненависть Воровство Прелюбодеяние А вес И каждому Каждому дано Определенное количество Как правило Почти одинаковое То есть условно говоря 5 килограмм греха Но уже человек Распределяет сам Как их разложить Кто-то Вот будет Трахать все Что движется Кто-то будет Воровать Просто сам у себя Украдет Раз в кармане Нету Куда деньги делись А украл Ну тогда ладно В другой переложил То есть кто-то Кто в что уйдет И поэтому Если вы уйдете Допустим В чревоугодие В обжорство Ну это не самое страшное Это намного лучше Чем если вы уйдете В ненависть Хотя бы людям От вас вреда не будет Вы будете жрать Ну а дальше что Дальше все мы похудеем Когда-нибудь Причем в какой-то момент Человек начинает Очень быстро худеть Буквально за полгода До скелета худеет Поэтому не самый худший вариант Лучше пусть как говорится Страдает тело Которое потом пойдет Червям О нем спасибо скажет Так сказать Помянут За ваш счет Покушают Трапезу устроят Чем вы будете Все-таки прогнивать Духовно Душевно Внутренне Как-то морально Это своего рода Такой громотвод Для греха Ваше тело Уж лучше телесно Чем духовно Опять плюс Вот говорю Сколько Не посмотри С какой стороны Одни плюсы Поэтому Жрите Жирейте Жирейте как я Жирейте без меня Со мной И лучше меня Жирейте И еще раз Жирейте господа